В здании района администрации состоялось очередное планерное совещание. Главный вопрос на повестке дня – работа ситуационного центра и единой дежурной диспетчерской службы за 2018 год. Мы все понимаем, что предупреждения о ликвидации аварий, происшествия, связанные с безопасностью жизнедеятельности населения, всегда были и есть одними из самых главных и приоритетных задач органов исполнительной области. За 11 месяцев 2018 года в единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило более 36 тысяч сообщений от населения. В основном это проблемы жилищно-коммунального комплекса. Проанализировали представители района и местной власти задолженность по имущественным налогам. Об этом и рассказал заместитель начальника финансового управления Андрей Красиков. В конце встречи главы поселения читались о наведении санитарного порядка. Торжественное открытие районного фестиваля «Формула успеха» прошло в ЦРТДЮ Станицы Северской. Мероприятие организовано отделом по делам несовершеннолетних совместно с Управлением по молодежной политике Северского района. Его цель – профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганда здорового образа жизни, развитие творческих и физических способностей. Что мне хочется пожелать? Чтобы сегодняшний фестиваль подружил вас, чтобы вы обрели новых друзей, чтобы каждый из вас почерпнул что-то здесь интересное и чтобы, конечно, каждый выиграл здесь. В фестивале приняли участие ученики образовательных учреждений района. За прохождение каждой площадки команда оценивалась по десятибальной системе. Ребята соревновались, демонстрируя свои таланты, способности, умения работать в команде. По итогам фестиваля первое место заняла команда Северо-Кавказского техникума «Знания», вторая – команда Ильского филиала Краснодарского политехнического техникума, ну а третьи – ученики 45-й школы Станицы Северской. Все участники получили памятные сувениры. Команда победителей награждена памятными призами и грамотами. Необходимость соблюдения действующего запрета табакокурения на предприятиях общественного питания обсудили в зале районной администрации. В рабочей встрече приняли участие предприниматели Северского, Абинского и Крымского районов. С 2013 года вступил в силу федеральный закон, ограничивающий продажу табакосодержащей продукции. Как отметили специалисты Департамента потребительской сферы и регулирования алкоголя Краснодарского края, за прошедшие четыре года условия его неоднократно нарушались предпринимательскими сообществами. И если незаконная продажа сигарет снизилась, то число других табакосодержащих товаров, таких как кальяны и вейпы, с каждым годом увеличивается. Так, за 2018 год органами надзора выявлено 57 административных правонарушений в 116 предприятиях. Более половины взрослых жителей России каждый день выходят в интернет, а четверть россиян не пользуются им вообще. Такие результаты показал опрос проведенной исследовательской организацией «Левада-центр». Данные опубликованы на ее официальном сайте. Также, согласно исследованию, в 2018 году самыми активными в интернете оказались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет включительно, 90%. Среди людей от 25 до 39 лет таких оказалось 83. Доля ежедневных интернет-пользователей из России в 2018 году составила 57%. Кроме того, 12% россиян несколько раз в неделю пользуются интернетом, а 7% — раз в 7 дней или даже реже. Респондентами «Левада-центра» стали 1600 человек от 18 лет и старше, в 136 населенных пунктах 52 субъектов нашей страны в октябре этого года. Съемочная группа телерадиокомпании «Атаман» попыталась выяснить, насколько всемирная паутина затянула жителей Северского района. Интернетом пользуюсь каждый день, но не так часто, как, возможно, некоторые. В основном это либо по работе, либо с друзьями попереписываться, но это явно где-то раз в три часа. В течение всего дня с детьми связи, со всеми, с родными, близкими. Редко пользуемся интернетом. Если нам надо, мы обращаемся к детям, и дети нам помогают. Мы интернет-зависимы. Интернета не можем. Ни сегодня. Интернет дает все возможности. Несмотря на то, что интернет возник и распространился не так давно, сегодня без него уже трудно представить нашу жизнь. Цифровые технологии открывают перед нами все новые и новые возможности. Главное правильно ими пользоваться. Соревнования по легкой атлетике, приуроченные к Международному дню отказа от курения, прошли в поселке Афибском. Универсальный спортивный комплекс собрал всех, для кого спорт неотъемлемая часть жизни. В борьбу за первые места вступили более 60 юных атлетов в двух возрастных группах 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения в таких дисциплинах, как бег и эстафеты с преодолением препятствий. Участники соревнований продемонстрировали настоящую борьбу и волю к победе. В рамках первенства награду достоились 38 участников. Самое сказочное время года прибыло в столицу Германии довольно рано. Ежегодные рождественские сады в Берлинском ботаническом саду уже сверкают и переливаются яркими огнями. Организатор световой инсталляции говорит, что середина ноября – идеальное время для открытия, поскольку люди с нетерпением ждут начала праздничного сезона. «Вчера в первый день к нам пришло более тысячи посетителей. Это просто невероятно. И это пробел на рынке. Люди хотят посетить экскурсию и насладиться этой атмосферой, замедлить темп, расслабиться и окунуться в мир романтики и волшебства». В этом году сад украсило более 30 световых инсталляций. Двухкилометровую аллею освещает полтора миллиона лампочек. Самым популярным стало дерево желаний. Столетний плакучий бук украсили лампочками и колокольчиками. «Здесь на самом деле возник дух Рождества. Пока ещё тепло. Осень и лето были очень длинными. А здесь уже наступил праздник. Атмосфера чудесная. Конечно, намного лучше было бы со снегом, но хорошо, что людей немного. Здесь можно погулять среди растений, увидеть огни, послушать музыку. Всё очень красиво. Нам понравилось». В прошлом году на мероприятие побывало более 145 тысяч посетителей. Сверкающая инсталляция будет работать до 6 января. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова